В связи с очередным вступлением Путина в должность президента, а также в связи с той критикой, которая сейчас только лишь усиливается в отношении его, хотелось бы обратить внимание записных критиков на следующие обстоятельства. Во-первых, его стали критиковать с первого же дня его президентства только лишь за то, что он был, а значит и остается, так сказать, чекистом, причем именно в наилучшем понятии этого выражения. Благодаря чему, кстати, мы и умудрились обезопасить себя на последующие лет 10-15. И это является наилучшим подтверждением того, что не критика тех же властей является, так сказать, двигателем прогресса. Ведь и властей идеальных не бывает, но так же, как и мать, и отца, негоже их детям критиковать, не стоит даже нам, пусть и авторам, как мы считаем, уникальных ноу-хау критиковать, по крайней мере, высшую власть. Ведь, оглядывая сейчас даже на ту же сталинскую, с точки зрения многих, ужасную власть, мы начинаем осознавать, что без какой-либо критики и всего лишь путем эволюции она однозначно привела бы нас к куда более значимым достижениям, чем те, которым привела Китай коммунистическая власть. Одним словом, пора уже с той же пятой колонной, а так же с теми, кто не понимает, что такое для нас пятая колонна, поступить примерно так, как поступала советская власть с ними, ну, по крайней мере, уже после 60-х годов. И от этого прежде всего выиграем именно мы, авторы ноу-хау. Так как именно от этих критиков нам больше всего и достается, даже больше, чем тем же властям. А в связи с этим нам, участникам движения «Глобальная волна», не мешало бы очистить свои ряды от тех, кто порочит гордое имя автора ноу-хау или же спекулирует им.